Событие сегодняшнего вечера. Мэнни Пакьяо, автор сенсации в бою против Марка Антонио Барреры. Иван Мануэль Маркес. Сейчас, как шутят в Америке, вот этот самый Мэнни Пакьяо, враг номер один любого мексиканца. Марка Антонио Баррера ведь уже стал почти легендой. И вот такое неожиданное сенсационное поражение. Этот филиппинец, этот самый Мэнни Пакьяо, 12 лет удрал с рисовых палантаций, поскольку решил стать боксером. А мама не пускала. В 16 лет впервые он вышел на ринг как профессионал. Это хороший боксер и это очень опасный нокаутер. Настоящий панчер. Этот самый Мэнни Пакьяо. И, в общем-то, и для него, и для его противника, вот он, Хуан Мануэль Маркес, чемпион мира по версии WB и IBF, в полулегком весе. И для каждого из этих парней это бой жизни. Для них все сейчас решается. За Маркесом репутация очень серьезного бойца. Он действительно таковым и является. Настойчивый, умелый, с жестким ударом Маркес. У него хорошие нервы. И он прекрасно отдает себе отчет, против кого он выходит сейчас. Это как раз тот самый случай, когда исход боя невозможно предсказать, когда класс боксеров высок, когда интерес к этой схватке максимальный. Один из редких случаев, когда равенство по классу и разница по стилю делает вот эту схватку максимально интригующей. Фредди Роуч, тренер Мэнни Пакьяо, нахвалиться им не может. Мечта тренера, сказал он мне как-то в беседе. Лучшей Мэнни у меня не было боксера. А Фредди знает, о чем говорит. Он со многими известными бойцами работал, в том числе и с Тайсоном, и немножко с братьями Кличко. Джо Кортес 163 раза проводил чемпионские бои в своей жизни. Для тысяч зрителей в зале и миллионов зрителей, которые будут следить за этим боем по телевизору. Майкл Баффер не преувеличивает. Поистине миллионы людей во всем мире смотрят сейчас то, что мы смотрим с вами. Слышите, как встречает Мэнни в этом зале? 38 побед, всего лишь два поражения у Мэнни Пакьяо. Чемпион мира по версии WBC. 42 победы у Маркеса, два поражения тоже, 33 победы нокаутов. Мексиканец Маркес против филиппинца Пакьяо на американском ринге. Редко иностранцы удостаивались такого внимания американской публике и прессы. Немиров. Абсолютный чемпион. Первый раунд. Тяжелые кулаки у Мэнни. И Маркес бьет тоже здорово. Пакьяо левша. Левша. Но это левша, который в общем не очень заботится о том, чтобы реализовать свои преимущества. Его задача просто выйти на ударную позицию и провести комбинацию или удар. Пакьяо. До сих пор все гадают. Человек, который убрал Насима Хамеда с мировой аренды. Может быть Баррера был просто уставшим. Ведь очень много боев провел Марк Антонио Баррера. Вот это Мэнни. Это тот самый Мэнни, который наказал Баррера. Хлесткий. Жесточайший удар слева. Четыре удара уже пропустил слева. Маркес. Фантастическое начало боя. Это не кто-нибудь. Это Хуан Мануэль Маркес. Чемпион мира по двум версиям. Дважды в первом раунде оказался на полу. Вот это уже безобразие. Вот за это Роя Джонса дисквалифицировали. За удар по поверженному противнику, который находился на полу. Маркес, заметьте, не просто даже не пытается перекрыться или связать, или пойти в клинч. Он идет на обострение. Видно, амбиции берут вверх. Выстоит. Я думаю, это был лучший раунд года. Лучший первый раунд, скажем так. Непробиваемая защита. Моторное масло «ЮТЕК». Ваша уверенность за рулем. Видите, откровенная атака слева была. С таким подседом. Видно было, как Пакеао опустил левую руку. Джо Кортес даже не делает замечания. Менни Пакеао за это нарушение. Я просто поражен. Это, кстати, не первый промах. Если это можно назвать промахом этого рефери. Слишком часто, слишком часто пропускает удар слева. Уан Мануэль Маркес. Он слишком широко держит руки. И вот в эту брешь проскакивает этот самый длинный, жесткий левый. Конечно, у Маркеса должен появиться шанс, будь он пособранный. Потому что он сам-то бьет здорово. Пакеао заряжен на удар. Достаточно просто он действует. Казалось бы, все видно, что он задумал. Ничего загадочного. Такая жесткая атака. Крайне решительно. Похоже, что Менни может таки напроситься на встречный удар. Если Маркес отойдет от этого потрясения. Придет в себя. Откровенно Пакеао идет вперед. Откровенно угрожает. С ударом слева. И так и действует, как угрожает. И так и действует. Дурай! Дурай! Лист! Похоже, выставил Маркес. Если сейчас еще раз не пропустит. Он может вытянуть Пакеао на себя, восстановиться и навязать ему встречный бой. Правый у него увесистый у этого мексиканца. Вот это интрига. Да, вот это бой. Не подвели ожидания оба бойца. Очень опасно атакует филиппинец, но он делает это все-таки однобразно. И шанс есть у Маркеса поймать его на этом однобразии. В предыдущем раунде Маркес попытался сделать и сделал это. Быстрая контратака встречная. Он сейчас не вкладывается в удар, не акцентирует их. Он просто должен пристреляться сначала. Хватит у него расчетливости, ума разобраться с Пакеао. Если только не пропустить. Перед ним выраженный нокаутер. Должен был Маркес сообразить, что будет быстрый старт. Мэнни качает маятник, выбирая момент для атаки. А противник точно так же выжидает. Вот такую тактику избрал мексиканец. Он старается уловить тот момент, когда противник стартует и опередит его. Сейчас Маркес уже откровенно выцеливает. Трибуны ревут Маркес, Маркес. Ну, согласитесь, фантастический бой. Непробиваемая защита. Моторное масло «ЮТЕК». Аплодисменты. Продолжение следует... Снова говорю, если Маркес не пропустит еще один чистый удар, придет момент, когда Маркес перейдет в наступление. Он эдакий реваншист по натуре. И я вам говорил, что у него прекрасные нервы. В таком бою, как этот, очень важно понять противника. И вот, судя по тому, как ведет себя мексиканец, он, кажется, понял, что к чему. Но... Вот это но... Очень большое но. У Мэни шанс, как у тяжеловеса. Чистое попадание и все. Даже в проигранном эпизоде, в проигранном бою, целиком у него всегда есть шанс. Он панчер. Заметно, заметно. Самообладание вернулось уже давно к Маркесу. А теперь... И понимание того, что нужно делать... Вот он сейчас это демонстрирует. Как только Маркес возьмет, я уж не говорю, весь бой, но хотя бы несколько эпизодов под свой контроль, Мэни плохо придется. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Маркес попадает справа и пропускает слева. АПЛОДИСМЕНТЫ НЕМИРОВ АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Одиночные удары сейчас никакой роли не играют. Здесь нужны комбинации. Он все видит. Одиночный удар он видит, он читает. «Нужно выбрасывать комбинацию из трех и четырех ударов». Это Фредди Чи. Хороший тренер. Продолжение следует... Поразительно, как у такого небольшого боксера такой фантастический жесткий удар, причем Покеа выбрасывает их абсолютно свободно, казалось бы, не вкладываясь, но в момент встречи с целью там видна такая энергия. Да, уже который раз Маркес бьет низко, Мэнни пытается протянуть ему руку в знак примирения, тот не реагирует. Вот пятый раунд идет, пока что Покеау подобраться не может, да еще и сам пропускает. Покеау не из тех бойцов, которые может действовать комбинацион. Все, что он умеет делать, это вот так вот выйти на нужную дистанцию. Если цель в пределах досягаемости, считайте полный успех. А Маркес понемножку поворачивает бой в свою пользу. Десять секунд до конца раунда. Полный успех в конце этого раунда. Куан Мануэль Маркес. Непробиваемая защита. Моторное масло «ЮТЕК». Ваша уверенность за рулем. Вот повтор, который говорит сам за себя. Должен вам сказать, вот сейчас, увидев эту цифру 6, ну, считайте, середину боя. Тоже вам сказать, что Мэнни Покеау как раз не из тех нокаутеров, которые, если не ударят в первый-третий бой, то потом уже не способны этого сделать. Он ударить может и в 12-м раунде. Поразительно. Поразительно. Это Покеау не полулегковес. Он просто перешел, залез в эту весовую категорию из 54 килограмм. Оно и видно, насколько шире и выглядит мощнее. Иван Мануэль Маркес. Снова Покеау пропускает жесткий правый. Держит. Маркес высчитал для себя нужную дистанцию. Он уже не позволяет прорываться по Покеау туда, где тому удобно действовать. И, в общем, весь бой сводится сейчас, причем с обеих сторон, к ожиданию момента. Оглушительный рев стоит. Шестой раунд кончается. Мене его проигрывает. Шестой раунд кончается. Да. Надо признать, что Пагиао сейчас выглядел очень и очень неубедительно. Мы с вами говорили о том, что если не пропустит еще раз Маркес, он обязательно попробует поймать противника на однообразии, с которым он действует. И так оно и случилось. В предыдущем раунде это было особенно ярко видно. Мы еще должны увидеть прессинг Маркеса. И чеканит в атаке. Все, что издотевает Пагиао, Маркес читает. До сих пор многие не могут прийти в себя от удивления, как это такой боец, как Марк Антонио Баррера, умудрился проиграть Пагиао. Но, кажется, из того поражения Маркес сделал выводы. Баррера. КОНЕЦ Снова Моркес переходит в ожидательные тактики, перемежая эти эпизоды с такой короткой рубкой, скоротечной перестрелкой на средней дистанции. КОНЕЦ Снова низко. Кортес не реагирует. КОНЕЦ Маркес уже не раз нарушал правила таким образом. Это, я думаю, техническая погрешность вовсе не намерена. КОНЕЦ Очень опасный был удар сейчас. Маркес пропустил. ГОВОРИТ ГОВОРЯТ ГОВОРИТ ГОВОРИТ В общем, все хорошо, говорит секундант. Но все-таки руки надо держать поуже и повыше. И правая рука основное оружие в бою против левши, помню я там. КОНЕЦ Похоже, что Маркес этой тактики будет придерживаться и дальше. Я имею в виду тактики перехвата на встречном движении. Потому что атаки пока не приносят успеха. Но не надо забывать, восьмой раунд идет. И сейчас уже наступает такой критический момент. Момент в том плане, что кто-то должен уже обрисовать, определить свое преимущество. КОНЕЦ Самая большая неприятность у любого противника Мэнни Пакеао, это непредсказуемость. Вы знаете, каждый боец, когда затевает какую-то атаку, он принимает на долю секунды какое-то исходное положение. Мэнни просто можно прочесть, когда он это делает, казалось бы. Но зачастую он просто бросает сначала руки, потом идет за ним. Довольно странно. Вот эта техника Мэнни Пакеао, когда он выбрасывает хотя бы двойку, а потом идет за этими ударами, пытаясь добавить. Вот последите за филиппинцем, как он это делает. Мэнни Пакеао, как он это делает. Человек, который сделал Тайсона, один из самых ярких тренеров прошлого века, сказал, «Я не верю в феномен природного удара». Думаю, что он был неправ. Вот у Мэнни, по-моему, все это от природы. Это непоставлено. Надо признать, что вот и в этом, и в предыдущем раунде Маркес снова выглядел не очень убедительно. Непонятна мне причина, почему мексиканец так действует. Но вы заметили, даже вот атака и пауза, контратака и пауза. Почему так Маркес действует, не ясно. Ведь практически за весь бой только один-два эпизода было, когда Мэнни Пакеао пытался ответить. Видите? Он выраженный агрессор. Он прекрасно действует в атаке. И очень плохо действует в ответ. Фредди Роуш пытается убедить Мэнни. Парень устал. И не забудь, это чемпионский бой. На ставке такие пояса. Здесь нужно делать больше, чем ты делаешь. Конечно, вот этот спад в темпе, который произошел где-то в третьем-четвертом раунде, он был на пользу Маркесу, без всякого сомнения. Маркес отошел от потрясения первого раунда. Но ему очень важно иметь как бы стартовую позицию, что называется, для развития успеха. Если бы Пакеао действовал поплотнее, если бы он бы взвинтил темп, он не позволил бы противнику собраться. Десятый раунд идет. И, в общем-то, мне кажется, что говорить о преимуществе Пакеао, Пакарана, вот так. Вот эта однобразная двойка, тем не менее, очень эффективна. Но не Пакарана швыряет эти два удара с достаточно серьезной такой частотой. И, видите, Маркес сразу потерялся. Учитывая определенный ритм действий Пакеао, вот ему и не удается внезапно провести свою атаку. Ни разу филиппинец не пытался провести две двойки подряд. Ну, действительно, двойка. Пакеао, которая атакует Пакеао, мы уже много раз отмечали, что это довольно однообразный способ и не очень успешный, чтобы вскрыть оборону Маркеса. Рольф советует делать ее по высоте. Первый удар в туловище, второй в голову. А помните, как этот бой начинался? Понимаете, что он вот-вот кончится? Нет, вот эта пауза, она работает против Мэнни Пакеао. Слишком долго он выбирает момент для атаки. Маркес сумел, так сказать, воссоздать в ринге такую обстановку, когда он, в общем, держит противника в достаточном напряжении. Вычислил, вычислил Маркес ритм действия противника. Только другое дело, что, в общем, это понимание тоже ему особо успеха не приносит пока что. Как только начинает свою атаку Пакеао, тут же идет перекрестный удар, либо слева, либо справа. Маркес бьет, неважно достает или нет, но пресекает атаку в зародыши, что называется. У Мэнни остается только один шанс. Провести удар, попасть чисто. Но поскольку он это действует, вернее, простите, он начинает эту атаку точно так же, как он начинал ее и в начале боя, и в середине. Вот это однообразие его и губит. Нам очень-очень нужен этот последний раунд, говорит Фредди Роуч. Роуч говорит, нужно начинать атаку слева. Первый удар левый должен быть сильной рукой. В общем-то, конечно, трехударная комбинация левой-правой-левой может принести успех в таком бою, когда противники уже настолько друг друга поняли, что, в общем, приходится искать какие-то сюрпризы. Вот единственное, что не познали. Расплох застал сейчас маркез противника. Вот сейчас в силу вступает такой важнейший фактор в бою, как дисциплина боксера. Сможет он выполнить то, что ему советует секундант или нет? Все сколько-нибудь серьезные удары, которые пропустил Мэнни Пакеао в этом бою, то были удары маркеза справа. И прав Роуч, конечно, что когда атакует левша слева, он блокирует сильную руку противника. Дальше можно продолжать. Но Мэнни уже, видно, не может себя преодолеть, изменить. Минута осталась у него для того, чтобы провести удар. Быстро бьет, но пока не точно. Последние секунды финального раунда. Все, что нужно. Мэнни Пакеао – это чистое попадание. Даже не нокдаун. Но поскольку по предсказуемой траектории его удары летят, Куан Мануэль Маркес выстоял. Не позволил себя ударить. И каждый уверен, что выиграл этот бой. Всегда, конечно, обидно оставлять решение об исходе боя в руках судей. Итак, после 12 великих раундов. 115-110 по Пакеао. Для Мэнни Пакеао. Второй судья дает Маркесу. Ничья. Оба бойца сохраняют свои титулы. Каждый остался при своих. Публика недовольна. Половина недовольна по той же самой причине, что и другая половина. Все считают, что их любимец выиграл этот бой. Но, может быть, это самое справедливое решение. Ну что, друзья. На этом я заканчиваю свой репортаж. Желаю вам...